Алоха, с вами Спортфлейм, и сегодня мы приступаем к прохождению такой игрушки как The Vagrant. Эта игра находится в раннем доступе, её нет на русском языке, она только на английском, китайском и японском вроде бы. Поскольку её нет на русском языке, то я переводить все диалоги не буду, может вообще никакие не буду, поскольку я не настолько хорошо знаю английский язык, чтобы свободно всё так переводить. Но поскольку игра в раннем доступе, и поскольку неизвестно, будет ли на неё когда-нибудь перевод по-насски или нет, почему бы и не пройти, игра представляет из себя 2D Action. Давайте начнём. Даже если я диалоги переводить не буду, я пропускать их тоже не буду. Поэтому вы сможете их прочитать, если что, сами, и, возможно, даже перевести, если вы хорошо знаете язык. Так, выбор сложности, давайте на нормале. По крайней мере, попробуем, если будет очень сложно, то... ...то, может, можно будет поменять. Так, Вивиан, это, вероятно, наша главная героиня. С какой-то книжкой сидит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но когда игру запускаешь, пишется, что очень сильно рекомендуется все же играть с геймпада. Так, двойное нажатие или зажать кнопку, то мы будем дэшиться влево или вправо, вниз. Не помню, как это слово переводится, на прыгать. Так, интеракция, специфический экшен. Так, не совсем понял последнюю фразу, но я думаю, разберемся. Так, это кнопка атаки. Ой, лол. Так-то у игры нет озвучки, а озвучка главной героини есть, смотрите-ка. Так, это ж тяжелая атака. Продолжение следует... А, это присесть. Навниз присесть. Наверх вроде как действие... ...будет. Так, можно на стик управлять или на стрелочке. Причем в управлении в настройках написаны только стрелочки, хотя можно и на стик на геймпаде. Но на стике дышится... Блин, тяжело, два раза быстро нажать. Проще на кнопках. И то, у меня что-то не особо получается. Пару раз получилось. Сейчас не получается. А, это плохо, конечно, я не знаю. Блин, мне бы удобнее. Хотя, может, можно будет поменять управление. А, враги уже? А, это мне говорят, как атаковать. Что на Ул у меня? Тяжелая атака. Может сломать вражескую защиту. Пресс РТ для доджа. Ты не можешь доджиться через вражескую защиту. То есть, через щит я не могу прододжиться. Нажми Б. Для использования скилла. Вот, это было на Б. Но, никакой полоски нет. То есть, я один раз Б нажал, потом вроде как какой-то откат идет, как я понимаю. Я сейчас снова нажимаю. И не могу два раза подряд использовать. Так, обучение маны и способности. Уничтожая врагов, из них падают кристаллы маны. Которые дают мне, по идее, ману. Мана может быть использована для трейдс персонажа. Наверное, прокачки персонажа. Может быть, его параметров, наверное. Заточки, ленчейнсинг или улучшения. В любом случае, связано с оружием заточки или улучшения оружия. И прокачка новых способностей. Используем ману, чтобы разблокировать новые перки. Откуда пришел этот шторм? Я никогда не видела ничего подобного. Ну, мы увидим, что корабль попал в шторм. Вивиан удалось выжить. Ну, естественно, если она главная героиня, то она должна выжить. Хотя мы могли бы играть из-за труб. Почему нет? Есть же такие игры, где играешь из-за труб. Так, и после кораборудения крушения мы на какой-то земле оказались. Помогите! Помогите! Не только я, кому нужно это. Я могу двигаться. В этом проболь. Помогите! А! Это хочет ударить меня. Какой-то большой кабанчик. Скри! Бордок перевальцовый кабан. Ох, ничего себе! Это если еще вниз нажать. Вниз и тяжелая атака. Такие подкаты. Что ж мне игра об этом не сказала? Потом скажут. Спасибо тебе, беде. Мое имя Лусия. Я Вивиан. Где я? Где это место? Ты в деревне Брокли, конечно же. Откуда ты, Вивиан? Ты выглядишь мокрой. Я попала в шторм. Мой корабль разбился. И я очнулась здесь. Ты могла бы дать мне что-нибудь поесть? Конечно, моя дорогая. Я могу сделать это. Ты спасла мою жизнь. Ты потеряла твой корабль. Но русалки должно быть... Найдут. Найдут его части или... Или что? Не понял. Пожалуйста, следуй за мной в мой дом. И она хочет меня угасить обедом. Ну, потому что мы ее попросили и спасли. Так что... Отлично. Ах, я понимаю. И удачи тебе. Эта сторона намного безопаснее... Того места, откуда ты... Может, и неправильный перевод. Но я и сказал уже, что... Я не настолько хорош в английском. Так что... Если что... Не нужно писать... Что перевод неправильный. Можете, если будете такое писать... Пишите тогда, как было правильно. Заодно и... Просветите меня и зрителей, которые тоже не настолько хороши в английском. Это проблема, на самом деле, что игры многие не выходят на русском, если не знаешь хорошо язык. Многие игры не пройдешь нормально. Потому что на многие игры нету перевода. И даже если делают фанаты, то... Они же тоже не могут на все сразу сделать. В любом случае, на все они никогда не сделают. Игр много выходит. А процесс перевода это... Длительный и сложный процесс. Продолжение следует... Продолжение следует... Длительный и... Потому что в лесу находятся звери. Это должно остаться между ними. То есть, между... Нашей главной героиней и этой девушкой. И она встретит нас на... Там на южно-восточном что ли... Выходе потом. Так, нажмите. Здесь такое управление, как будто я на... Нажмите вот это, где столбики такие с полосочек идут. Это есть на геймпаде от PlayStation, но я же играю на геймпаде от Xbox. Почему мне здесь указана кнопка от PlayStation? Ну да ладно, это ранний доступ. Так, на ЛТ нажатие это быстрое использование потеона, который восстанавливает ХП. Или рейш. Рейш это ярость. Насколько я помню, переводится. Ты можешь использовать LBRB, чтобы быстро менять экипированные потеоны. Меню экипировать вещи можно в меню, в интерфейсе. Короче, вещи можно экипировать в меню. Так, кулдаун. Время кулдауна, после использования быстрого потеона, использование другого быстрого потеона, понижает восстанавливающие эффекты. Совсем понял. Может быть я могу использовать потеон. И пока там что-то не восстановится, я могу еще раз использовать, но тогда он будет не меньше лихий. Так. Открывание сундуков с сокровищами. Атакуй. То есть я могу открыть сундук с сокровищами, если его атакую. Некоторые сундуки могут иметь... А, для некоторых сундуков нужны вроде как специфические ключи, чтобы открыть. Открывая сундук без обнаруженного ключа, в результате можно потерять вещи, которые находятся внутри. Это интересно, что можно потерять вещи, поэтому еще сто раз нужно подумать, а стоит ли открывать тот или иной сундук. Так, система. Ага, стройки. Забавно, что я могу вниз пролистать. Теперь я могу наверх. Возможно, у меня баг с геймпадом. Я почему-то наверх не мог пролистать. Может, это баг с самой ранней... Этой версией раннего доступа. Так, это журнал. То, что с нами произошло. В общем-то, можно почитать. Так, мы видим справа внизу, что на B импульсное лезвие используется. Наверх B. На вниз B и на вправо B. Можно экипировать еще другие скиллы. Монстр Педия. Разработчики заявляют на странице Стима, что выигрывать как больше 70 монстров. Или даже еще больше. Но на самом деле 70 монстров для игры... Это не много и не мало для такой. Это нормально. То есть, как бы это не является чем-то... Ого, 70 монстров? Так много. А нет. На это обучение можно почитать. Способности. Подобное дерево уже во многих играх я видел. С последнего вспоминается Salt and Sanctuary. Смесь косливаний. И Dark Souls'ов в 2D стилистике. Очень прикольная игрушка. А, у меня 0 маны. Ну ладно. 0 маны. Так, атакует врагов с дистанции. С ударной волной лезвия. Да, у меня, наверное, перевод как в гугл переводчика. Ударная волна лезвия. Главное, что я понимаю основные параметры. Все же игры с детства научили. Таким словам, как атака, деф, что означает. Так, армор запечатан. Запечатаны аксессуары, потионы. Маленькая фласка. С красной жидкостью. Постанавливает 20% хп. Так, меч называется солдатская рука. А, странное название меча, но... Ну ладно. Зато, может, не настолько банально, как могло бы быть. Так, антитот. Речит все негативные кондиции. Чего не находится... В потеонах. Я, что ли, только через меню смогу его использовать? Ну, можно перекатываться. В воздухе нельзя. Стилистика в игре прикольная нарисована, так. И у главной героини очень большой бюст. И мы видим, что очень накачанное тело. Потому что видно, что очень накачанные ноги. Дорс. То есть это... Не просто какая-нибудь японская девушка с плечом стройненькая. С простым телом. А именно, конкретно, настоящий боец накачанный. В принципе, так бы и выглядел, наверное, солдат, который постоянно использует оружие. Холодные, типа меча, или носят какие-то заспехи. То есть дохляк бы просто... Ну, даже если бы дохляк был, он бы накачался, возможно, не было. Ну, и я нажимаю наверх. Большое тебе спасибо, что спасла мою дочь. Я могу быть ассистентом? Пожалуйста. Конечно, мы имеем немного денег. Это сложное время для всех, ты же знаешь. Конечно, фразы уже повторяются. Забавно, что... Конечно, нету полноценной озвучки, Ну, так, иногда некоторые фразочки на ифонском мы слышим. Это интересно. А на картинке сова? Нарисовано. И мы встретили какую-то сову на корабле. Загадочную. Так, нажми, чтобы посмотреть карту. Там ты можешь посмотреть, где ты находишься. Так, на букве с значком, там, где мы можем сохраняться. Босс. Куда нам нужно идти. Ну, понятно, на карте значки будут, которые нам будут все показывать. Пока что карта выглядит странно. Большой квадрат, очень большой. И очень маленькая фигурка нашего персонажа, где он находится. Хм. Тут темновато. Вроде как, нормальная яркость. Ну, яркость даже в игре не поменяется, по крайней мере, в крайней версии. Яркость монитора стоит у меня нормальная, но игра вот так вот выглядит темноватенько. Но, наверное, так и должно быть. Может, раннее утро. Вот здесь уже светло. А, там типа дучи. Здесь уже гораздо светлее. Так, налево можно пойти. Пойдем направо. Блин, я хочу... Там же было... Ну, ах, сложно нажимать. Два раза. Наконец-то получилось. Не люблю, когда в играх такое управление на бег какое-нибудь. Лучше было бы нажалку и не зажал кнопку и просто кнопку движения нажал. Мне было бы проще. Одно мужик говорит, что Лусия была в опасности, но мы же ее спасли. Ладно, вместо Д прыжка я могу вот так делать. Так, я чуть быстрее передвигаюсь. Точнее, не прыжкаю бегом, потому что бег, как я уже говорил, неудобно мне по управлению. Чтобы бегать здесь. Добро пожаловать, путешественник. Мое имя Ветфор. Я глава прок деревни Прокли. Пожалуйста, чувствуй здесь себя как дома. Желаю, что там, хорошо отдохнуть после того, как ты спас Лусию. Она миленькая, молодая девушка. Большое тебе спасибо за твою храбрость. Что-то как-то тип того. Так, туториал Стелла. Ты можешь быстро путешествовать между Стеллами. Стелла может быть использована также для сохранения игрового прогресса. Так, похоже, у меня только три слота под сохранение, прокли. Много локаций. Судя по некоторым обзорам в Стиве, говорят, что игра пока что слишком мало в ней контента. Проходится за четыре часа. Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим. Может, уже допилили, потому что непонятно. Игра-то в раннем доступе не только появилась, а уже какое-то время. Даже не в этом году, а еще в семнадцатом или в шестнадцатом, если не раньше. Так что... Может, контента уже добавили. Но даже если четыре часа поиграем, четыре часа почему-то нет. Когда релизнится, можно будет уже полностью пройти. А как престиянин. Спасибо тебе, что спас мою... Пианс? По-моему, не английское слово, я не знаю. Может, он влюбит... Он влюбился в нее. Я курочку не могу убить как-то! Разработчики издеваются. 520% хп восстанавливает асп... Аспарагуст... Восстанавливает 13 хп. А, точнее, не 20% хп, а 20% просто. Это потион у нас. Так, это потион же должен... Да, это потион 20% хп восстанавливает. Так, по карте... А-а-а! Я понял, как карта здесь выглядит. Понятно. Ну, может, все не так плохо. Просто это несколько странно смотрится. Очень большой квадрат. А-а-а-а-а... Либо у меня геймпад тупит. Здесь. Либо это из раннего доступа. Я, короче, один раз лежал вновь. А-а-а-а... И туда-сюда ходил. Как будто игра за меня нажимала. Но, возможно, это проблема моего геймпада. Кто ты? Что ты хочешь? Пытаешься украсть моих кропов? Не знаю, как кроп переводится, но я понял. Кого-нибудь его животных или посевы какие-нибудь. Камень-ведьма, камень-ведьма. Камень-ведьма, камень-ведьма, камень-ведьма. Камень-ведьма, камень-ведьма. Получай. Ага, сюда не зайти. Я знаю, что подобные игры вроде как на консолях были. И вроде как я какие-то даже видел, но... Я не помню, вроде на PlayStation 2 я во что-то подобное играл. Может быть, что была какая-то японская RPG, но тоже, где ты двигался пока всего так, а в бою ты уже участвовал с несколькими персонажами. Да, название не помню. Здесь же игра является экшеновой. С элементами RPG есть прокачка, но в принципе это не RPG. Ну то есть, элементы RPG не делают из игры чистую RPG или даже японскую. Что в домах никого нет? Все нас так впускают свободно. Грабь! Бери все, что хочешь. Эм... Я хочу выйти! Да! Выйти игра! Так, можно купить что-то у нее. Яйцо, морковка. Так, на это все. Восстанавливает хп, какой-то бутербург. Мягкий и кремовый. Добавляет флэбор. Но не сказано, что он делает. Хоже на масло. Хелло, хелло, пожалуйста. Проходи внутрь. Хелло, пожалуйста. О, какая красивая девушка. И дело не в ее груди, а просто она красиво выглядит. Так, сегодня... Эй, не хотел выходить. Как же меня бесит это, что сам выходит персонаж. Так, сегодня специальное... А... Специальное, наверное, меню. Мясо. А внизу на коврике написано добро пожаловать. Что нам скажет эта девушка? Посадись. Что я могу сделать для тебя? Так. Яичница полностью восстанавливает нам хп. Или не полностью? Нет, написано фулл рековрит, значит полностью. Также баф, хп плюс 10% максимальных, вероятно. Так, салат. Тоже полностью восстанавливает нам хп. И защита плюс 10%. А сюда нам нужно идти. Таргет локейшн там знак. Парень, я хочу с тобой поговорить. Да, очень-очень странно работает. Ладно, будем... Обходиться, как работает. Что ж поделать? Ты должно быть путешественник, кто спас Люсию. Мое имя Алекс. Я навсегда в твоем... Может, у тебя в долгу или в твоем распоряжении? Наверное, в долгу. Пожалуйста, возьми эти монеты. Он сказал токены. Токен монетка, по идее. Ну, вроде как. Ладно, дал. Не дал потеон. Тоже не так плохо. Лучше, чем ничего. Какой-то вампир. Да-да! Проходите, проходите. Тоже он будет продавать потеона. Так. Печилка. Понижает дамаг. На 5%. Амулетик. 2 тысячи аж 500 стоит. Ну, для начала это много. Потом, наверное, это будут копейки. Так. Руда. Танте дот. Понятно. Так. Другой потеон повышает атаку на 15%. А ты 15 секунд откат. Или на 15 секунд он повышает. Какой-то. Ты пришел, джор. Ху-ло? Ху-ло? Что такое? Я знаю, есть Ху-ло. Кабельный телеканал. Вроде как кабельный. Не российский, естественно. Эти сериалы показывают. На каком это языке ху-ло? Молодая Лэс, наверное, леди? Проходи. Короче, он кузнец. Он выглядит как кузнец. Очевидно, что он кузнец. И одно вещички продает. Ну, пройдем сюда, хоть нам и не сюда надо. Проверим-то, в конце будет тупик. Так, летающий враг. Получай. А! Отсюда мы и пришли. Здесь мы потерпели крушение. За лав-то из улья упало. Лол, кто его там спрятал? Пчелы, что ли, сделали из меда? Медное золото какое-нибудь. Монетки из меда. Еще куски мана. Спасибо тебе за это, Вивиан. Так, ну же. Да, заколебаете с этими переходами. Ну, ладно. Это не критично. Все остальное, в принципе, работает нормально. По крайней мере, пока... Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Подобные игры еще сейчас очень популярны на мобильниках, я знаю. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вероятно это работает Типа если есть уже квадраты на карте То значит я в этих локациях уже был А я подумал, что-то они не светятся И значит в эти квадраты я еще могу пойти Походка у нашей героини такая брутальная Можно под картом двигаться Очень быстро Блин, мне не хватает какой-нибудь прыжка вниз в атаке Так, переход вниз Наверное Скорее все, да ладно, идем Так Так, я извиняюсь, Вивиан, я лгала тебе Моя мать пыталась Что ли, расторгнуть ее женитьбу Моя насто... Или женить ее Ну точнее, чтобы она замуж вышла, наша девушка На ком-то моя настоящая любовь И я Согласились убежать В Биа Таун Ох, Алекс Мы должны будем воссоединиться Мой отец должен встретить нас на главной дороге Очень, а мой брат Алекс и я согласились встретиться За лесом вроде Или что-то типа того Я извиняюсь, Вивиан Моя мать хотела, чтобы я вышла замуж за этого идиота Сына Ветфорда А Ветфорд это Вроде как глава той деревушки С которой мы С которой мы только что были И В которой Жила в том числе и Лусия Так, еще раз обучение Еще одно Кэмпфайр Ну то есть Огоньки вот эти Так Когда ты имеешь ингредиенты Для рецептов Ты можешь готовить На кэмпфайрах Чтобы восстановить КП И пробафать себя Новые рецепты Можно разблокировать Если ты ешь еду в ресторанах Ты можешь Сохранять иеру в том числе На этих кэмпфайрах Что мы, собственно, и сделаем Я люблю Алекса Я верю ему Он сильный человек Я желаю тебе Найти твою настоящую любовь Ивиан Понятно, она Любит Одного Ее хотели выдать замуж За другого Достаточно типичная история Но Если так На самом деле Было в древние времена Потому что Опять же Неизвестно Может это было Тут Это наверное Было в древние времена Но опять же Может не у всех людей Может у крестьян Нет Даже скорее всего Что у крестьян Если это было То Реже Чем у правящих Каких-нибудь семей Им же нужно Своё положение Сохранять Туман Какой-то Появился Интересно Какие здесь Будут боссы Пока что Враги Очень легкие Ну то есть Тупо Избиваешь их Все Они ничего Не могут нам Сделать В принципе Это начало Игры Поэтому пока Не стоит Говорить Что враги Все будут Легкие Интересно Теперь уже Я заметил Когда враги Появляются У меня Блокируется Играм Что я не могу Уйти дальше Пока не убью Врагов Всех Содерись До конца Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Аликс Моя любовь Кто сделал Это с тобой Этот меч Я знаю Этот меч Это меч Моего отца Меч Что мой брат Вилли Нашел Или что Глубоко В поле Я извиняюсь Вивиан На этом Мое путешествие Заканчивается С моей Любовью Пожалуйста Возьми Это ожерелье Моего Отца И расскажу Ему Что его Дочь Мертва Люсия Я не думаю Что это Да Ты все правильно Поняла Наверное Сейчас она Себя убьет Только Оставь Меня С моей Любовью Ненадолго Ты можешь Вернуться В деревню По главной Дороге Не беспокойся Обо мне Я буду В порядке Люсия Не больше Люсии Нет больше Люсия Умерла Я буду Жить Какая музыка Как будто Босс Должен быть Игра Мне Говорит Возвращаться В город Сейчас Пойти Направо Нельзя Ладно Все Заскриптовано И линейно Скорее всего Но В принципе Для Такой игры Но Это нормально Наверняка Босс Будет Музыка Такая Вряд ли Просто Блин Крысы Резво Прыгать Начали Хотя Возможно Они Не до этого Прыгали Просто Я им Не давал Это Сделать Это Босс 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 Этот Волк Когда падает Я не могу Его Атаковать Он временно Неуязвим Когда падает При этом Это я Заставляю Его Падать Своими Атаками И не могу Его После этого Атаковать Зашибись Точнее Я могу Но Это Вообще Его Не дамажит Так Ну кнопка То Наверх Должна же Работать А у меня Работает Через раз В этой Игре Я хочу Наверх Хочу Наверх Система Их Менюшки Виснет Стойте Сгорем Пополам Но мы Собогли Все же Пройти Монстр Становись Стой Где Ты Женец Душ Мы Все Умрем Прокляты Думат Сколько Золотишка А у меня Нет Ключа Так Энчанс Это Улучшить Вроде бы Энчант Это Заточить А То есть Можно Будет Вставлять Распечатать Слот Если К примеру Да Не могу Наверное Мне нужна Какая-то Вещь Будет Так Чтобы Улучшить Вещь Надо Тоже Ману Тратить Ага Экипировал Меч И так Экипирован Должен Быть Да Так Эл Потеон 60% ХП М Потеон 40% ХП Сейчас А А что Кабаны Не нападают Вау Просто Стоят Даже Не противник Они просто Стояли Один раз Получили Мечом По башке И все И стоят Повата Пока Враги Выглядят Крыса Хотя Бо Прыгают Демон А вот и босс Хотели босс в баттл Так Что-то ФП Просел Попробуем Поставить Графический Левел Кстати На средний Так И что Он автоматом Наверное Да Вроде так ППС Вырос По крайней Мере Бандикам Там показывает Нормальный ППС Сейчас Теперь Снова Просевший Как Странно Я проиграла И я тоже Я не могу поверить Что это конец Дальше Бэрラム Экс ПЕРИТЕ 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 Я Холборн Ведьма Верида ПЕРИТЕ 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 Вроде как я должен найти какой-то темный кристалл победив какого-то лорда Принести ПЕРИТЕ 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 в бою с боссом просел и очень сильно я поменял настройки и графики на средний но снова просел это странно вообще в игры может там вроде надо 8 гигов оперативки в минималках написано в игре ну непонятно на врагах то все нормально я хочу с тобой поговорить очень странно иногда получается жмешь кнопку нет нет жмешь заговорил она позиона мне дала спасибо тебе странно сейчас с каждого нажатия скорее всего это мой геймпарт скорее всего я просто уверен это не проблема игры что ж на этом моменте мы первое видео по этой игре закончим она вышла длинным но почему бы и нет меньше будет видео зато по этой игре если они будут все длинными так что в любом случае плюс хотя не знаю какие следующие видео по этой игре будут длинными или нет посмотрим если вам понравилось это видео поставьте лайк делитесь с друзьями и знакомыми пишите ваши комментарии с вами был swordplay всем пока пока